Приветствую вас и думаю, что не ошибусь, если скажу, что страх, который у вас появился, а также потребность в одобрении, делятся следствием того, что вы потеряли при неуверенности в себе. У вас понизилась самооценка, возможно, понизилось чувство собственного достоинства, вероятно, что-то еще. Произошло это, конечно, благодаря тому, как протекала ваша жизнь в браке. И тут, конечно, нужна более подробная информация об этом, потому что то, что вы пишете, то, что вы описываете, как бы есть до проблем и после проблем, вы описываете следствия проблем. А вот саму проблему, причину проблемы вы не описываете. Из вашего сообщения понятно, что мы будем выразмелить. Развод это всегда психотрамп. Развод это всегда стресс, это удар по человеку, по его привычной жизни. Развод это всегда шаг назад в плане самостоятельности. И если вы, допустим, были дома, жили как бы с мужем, чувствовали себя хозяйкой, то после того, как, допустим, у вас произошел разрыв, вы почувствуете, что вы не можете, вы не смогли сохранить семью. И это вас подкосило, в том плане, что вы перестали осуществлять себя, ну, скажем так, полноценной, способной быть самостоятельной, способной принимать решения. И тут, конечно, нужно разбираться и об обстоятельствах вашего развода. И о том, как вы себя чувствуете, как изменилось ваше приятное себя. И восстанавливать самооценку, восстанавливать свое достоинство. Для начала, полагаю, вы не отпустили отношения с мужем еще до конца. Или так и не оправились от того удара, который нанесли вам, ну, скажем так, может быть развод, может быть сам процесс с разводом, может быть конфликт сам, то есть непосредственно суть конфликта. Тем не менее, со всем этим можно разбираться, потому что налицо в неуверенном себе некоторые комплексы. Комплексы эти у вас появились не из детства, они появились у вас уже достаточно во взрослой жизни. Скорее всего, начало такого поведения случилась некая аффективная ситуация, которая объединила с помощью эмоций определенные элементы этой ситуации. Скорее всего, с принятием волевого решения. И теперь, каждый раз, оказываясь перед выбором, вы боитесь принять этого решения. Для того, чтобы перестать бояться, необходимо найти ту самую ситуацию, первопричину страха, заново пережить эту эмоцию, пережить этот страх и с помощью специалиста разбить объединяющий эффект эмоций, которые распространяются на элементы. так, чтобы встречающиеся вам эти самые элементы в жизни не объединялись в моментально аффективном состоянии. Примерно так вам нужно поступать. Для этого желательно выбрать специалистов на нашем ресурсе и начать прорабатывать с ним означенные проблемы, которые я озвучил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.